МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, побежали. Здравствуйте. Я кандидат в депутаты Госдумы. Я должна буду выступать. Кандидат в депутаты Юлия Юзик. Юлия Юзик. Народилась у невеликим российским местечку Донецка-Ростовской области. Журналистка. У 21 год поехала на войну в Чаченю и написала скандальную книгу про шахидок, у якой подлумачила, чому молодые жанчины с Кауказу здясняют теракты. През гэта была обвинувачена у пропаганде экстремизму и на шмат годов стратила махчымасть займаться журналистикой у российских медиах. У парламентскую гонку трапила дягучий проекту «Открытая Россия», раскулаченого олигарха Михаила Ходорковского и оппозиционной партии «Парнас». Матти – 4 лет. Добрый день всем. Меня зовут Юзик Юлия Викторовна. Я журналист, писатель, мне 35 лет. Я благодарю руководство республики, руководство страны за то, что оно мне дало возможность выступать на таких площадках, познакомиться с вами, потому что я для многих из вас новый и неизвестный кандидат. И я хотела, чтобы вы знали меня лично и могли со мной познакомиться, и знали, почему я выдвигаюсь на выборы в Дагестане, потому что я из Москвы приехала к вам, и что я хочу здесь сделать в Дагестане, и почему я хочу попасть в другую. Дагестан. Самый паутневый регион России. Межуя с Азербайджаном, Грузией, Чаченей, Ставропольским краем и Республикой Калмыкия. Историки называются гэтую землю Каукасской Албании, то, как горной краиной. Тут живет каля трох миллионов человек, и при этом Дагестан – самая многонациональная республика, якая уваходзець у склад России. Только уявите себе, тут размавляюсь на 32 мовах. Нередко здараются ситуации, калі жихары одной горной вёскі не разумеют своих соседзев, что живуть у двух километрах от их. Кожная из дагестанских народностей мае своего лидера и свои интересы для краницы финансования. А система улады тут нагадывая вакуумную упаковку. Бо шляху политку у Дагестаня открыты для локальных ауторитетов, лояльных бизнесменов, спартовцев, або, как кажуть, своих людей. Это фильм про женщину, якая кинула в выклик Крамлю и поспробовала сгулять в шахматную шматхадовку с феодальной системой улады у Дагестаня. Когда я вижу людей, которые, когда мы ездим, какие у них проблемы, когда приезжаешь в эти горные районы, видишь и понимаешь, что если ты вообще хочешь попробовать этим людям помочь, то ты должен себя по-другому вести. Если ты будешь критиковать власть и все время вот с этим, с чем я была 10 лет и там 10 лет назад, то у тебя не будет никаких возможностей. Поэтому я многие вещи знаю, вижу, и я просто их держу в себе. Родный замок. Я хотела сказать, что к 11 буду, буду держать в курсе, позвоню заранее. И спасибо. Все, спасибо, счастливо. У вас и Ленин жив. Юрий Викторович, вот как представить народу? Кандидат депутата Госдумы по одномандатному в 12-м округе. Почему? Журналист, писатель. А дальше я сама скажу. Вот там выдвинулась от партии Парнас. Не надо. Нет, они должны это знать. Я не очень люблю говорить про Парнас, потому что я не член их партии, и партию эту не любят. Я сама по себе. Я очень рада вас всех видеть. Я впервые в Доходаевском районе, очень много где была, но здесь впервые. Я знаю, что иногда говорят, надо своих выбирать. Я в ответ на это хочу попросить вас вспомнить, что за 25 лет много ли для вас делали депутаты ваши, которые из Дагестана. Смотрите сюда. Я вам еще раз говорю. По всей стране мы, Единая Россия и другие нормальные люди боремся с коррупцией. Мой телефон, если у вас везде висит, я вам сказал, если какие-то вопросы будут в этом направлении, звоните прямо мне. Здрасте. Нет, я не дорогинка. Если ты не дорогинка, хотя нам больше ничего не надо, вот эти тренки все сидит. По одной точке газа надо, видать, в турбе поставили. А трубы же стоят, а газа нет, да? Откуда, откуда, два года, три года, три года. Х половина селения есть трубы поставили на показуху, а дальнейшее продолжение нет. Это когда люди, гости едут, показывают, типа, что есть газ, да? Да, да, да. А так нет у нас газа. И даже неизвестно, будет это или не будет. Только одна проблема, у нас газ нет. За это все уезжают из селения, жить не хочет никто. Все прописаны здесь, все здесь. За газом все уезжают, все проживают, где газ есть, там уходят люди. Я вот выдвигаюсь депутатом по-вашему в Госдуму. Это ты уточка, что ли? Нет, я сама по себе. Ну, мне 35 лет. Да, мне четверо детей. Поэтому я единственная женщина, которая идет в Госдуму от Дагестана. Какая-то, Юля. А почему с газом такая ситуация? Ну, газом занимается республиканская служба. Это федеральная или республиканская, например, бюджет, газификация? Газификация – республиканский бюджет. Даже в некоторых вопросах – газпромовский бюджет. Апошние три годы Дагестанам керуя призначены у Владимиром Путіным былый член КПСС, философ Рамазан Гаджимурадович Абдулла Тыпау. За папулізмы пустословуя дагестанцы яго празвали «Ляля Тыпау». Про уладные меды я называюць аго прихильникам палитки жорсткой руки, а леня глядяча на Гэта, Абдулла Тыпау не устаня перемахчы коррупцию у подконтрольной ему республицы. Як и не удалося перемахчы беднасть, безпрацовья, бездараж у горным Дагестане, где люди живут небы у 19-м стагодзі, дагетуль топят свои печи сушеными коровиными ляпёхами. Мы составим письмо в «Газпром» хотя бы. Раньше они весь газ продавали за границу, за большие деньги. Сейчас газ наш не очень берут в других странах. Да, да, я думаю, что может, теперь этот газ наконец пойдет нам. И честно, я очень постараюсь, чтобы как-то помочь вам в этом вопросе. Ну, я надеюсь, что у нас газ будет. Если Бог даст там оказаться, то я буду счастлива. Юля, здесь, говорит, много хороших мужиков оставаться, тут я буду жадить. Здесь очень жестко надо наводить порядок. Это мое мнение. Потому что иначе вот эти все игры в такие вот демократию, дайте нам еще больше денег, мы вам построим курорт. Вот здесь вот несколько лет назад было. Они растаскивают все. Все, что, допустим, поступают, они вот сидят и ждут. Даже детские пособия, вот эти копейки по 100 рублей на ребенка, год задержка, они дырят все. Здесь нужна сила очень жесткая. Здесь уважают силу, здесь культ силы. Почему спортсмены здесь в таком почете? Это сила. И еще пять годов тому в Дагестане журналистка была одной из самых небеспечных профессий. Тих, кто спрабывал вывезти на чистую воду коррупционеров, забивали. А теперь тут стало тишей. Але клановые разборки со стреляниною, подрывами автомобилев политичных и бизнес-аппонентов, усться аж з'является неадъемна участкаю политичного ландшафту Дагестану. Москва глядзись на это скрозь пальцы и заливая в кишени дагестанских чиновников немалые суммы, набываючи таким чином мир на Кавказе. Здесь Владимир Владимирович Путин, наш любимый. Он тебя очень хорошо показал в определенный момент. Здесь был мэр города Махачкалы, просто человек, которого боялись все. Убивал всех, кого хотел, устранял всех, кому мог. Каждый день они в Москве везли деньги на обналичку, вроде там тонны. Они обирали всех. Он еще с советских времен сидел. Шел-шел, потом стал мэром Махачкалы. И значит, Владимир Владимирович в один прекрасный день глава республики Дагестана, его как раз назначили только облатипом, он поехал посмотреть какую-то дружескую мать в Шеченскую республику. А на главную площадь Махачкалы приземлились вертолеты. Спецназа, ФСБ. Саид Амирович пил чай у себя дома. И ничего об этом не знал. Когда к нему в дом ворвались спецназ, ФСБ. И все, его убрали. Люди были в шоке. И тем самым, например, Путин действовал авторитетом очень сильно. Показал, что он есть силы. Если он продолжит в таком духе, если сюда будут вертолеты наедываться регулярно, его авторитет здесь будет только расти. А без этого здесь ничего не изменить. Это не один должен быть вертолет. Это просто вот каждый выходной, планово, знаешь, прилетит к вам волшебник, который будет на вертолете. А без этого здесь ничего не возможно. Вот так официровали выборы. Вот видите, написано. 65-й год. Вот там написано. Ничего не меняется. 65-го года. 14-го марта. Простите, пожалуйста. Мы с ХАСАЮСКО. Полицейская глава администрации. У вас встреча сегодня поздно? Да, мы сейчас едем по суду. А где вы там? В администрации будете? Мне сейчас надо позвонить, они мне скажут, куда приехать. Ну, мы в администрации. Я думаю, что в администрации. Хорошо. Мы просто... У нас сам водитель просто. Мы сейчас тоже встали. Спасибо. Слышали новости? О снятии. Сажит снялся? Сажит, да. Хархаров, говорят, снимется тоже. Так, уважаемые коллеги, все, начали работу. Оставь, пожалуйста, вашу мобильную связанную безручную. И мы сейчас начинаем работу. Три этих конкурента, которые самые сильные, оцениваются. Один из них миллиардер, который выходит из Дагестана, но он давно здесь не живет. Он живет в Москве. У него фабрика в Узбекистане в производстве хлопка. Вату делает. Ватный миллионер. Как раз чисто российское. Бывший вице-премьер правительства. Он... Здесь вот морской порт в Махачкале. Единственный в России незамерзающий порт на Каспии. В принципе, только благодаря этому порту эту республику можно сделать реально меккой. ОАЭ, Здесь есть и нефть, и газ. Он его почистил и гладил как косточку. Ну, а третий, вот Сажид Сажидов, в принципе, он, говорят, хороший человек, уважаемый спортсмен, тренер сборной республики. Ну, как бы, плохого я о нем не слышал, но там такие серьезные ребята, очень спортсмены, религиозные ребята. И у него тоже нет программы, он просто говорит, что все будут жить лучше, а он политик новой формации. Хотя борцухи со сломанными ушами, в дагестанской политике это, ну, никак не новая формация. Аллах, 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 Большая частка дагестанца, усповедая ислам, и вядома, что подчас выборчай гонки за креслы у гэтак званый зварят силы принтер, як цяпер принята называть Державную Думу России, некоторые кандыдаты обяцали принести добробыт у дамы простых людей с допамогой Аллаху. Иншые раскидывалися лозунгами про лепшее життё и хрантовали кисельные бераги, абсолютно не цураючайся того, что на их висит криминальная справа, а на рахунку свежескрадзенные гроши российских податкоплатников. Звучайных людей уже достали гэтай жулики при Уладзе, аля мянять, что сте, никто не хоча. Бо открылши рот, тут ягот табе вельми худка закрыл. Люди уже давно звыклися с тем, что ими керують клановые генералы, дыкнязьки, яким дозволяли постоять при корыте. Как вам здесь живется? Очень хорошо, прекрасно, как в раю. Получают цены на продукты, на лекарства, постоянно повышенные цены, повышенные цены, повышенные цены, снижены, ничего нет, кроме повышения. А зарплата наша остаётся на месте, и пенсии остаётся на месте. Ну как жить в таком частности? Ну мне нормально, потому что у меня Аллах есть, я себя чувствую хорошо здесь. мусульмане рядом, поэтому я себя хорошо чувствую здесь. На выборы собираетесь пойти? На выборы, знаете как, кандидатуры там разные, из всех этих сторон как бы более знакомые, думаю, для себя, думаю, не пойду просто. Будет более спротивляю, а не пойти на эти выборы. Извинения зачем? То, что есть, его сохранить, его поддержать. Поддержать так же правительство, вот что. Теракт, теракт, главное, сократилось, меньше стало, чем было раньше. Вот это хотя нет. Меньше стали люди убегать, в лес. Напереды дни Другое Чеченской войны у Дагестане повстал прототип исламской державы. Это так званая Кадарская зона, какую створили исламские фундаменталисты. Реха тых паддеев у выглядзе обстрелов, блокпастов и терактов чуваки по сегодняшний день. Полевание на лесных, так дагестанцы называют прихильников уведения законов шарияту в Чечене и Дагестане, протягивается. Федеральные и мясовые силовики ладят тут контртеррористичной операции лет не каждый месяц. Правда, некоторые ныркуют, что у всех это имитация войны, якой пужают радикально наставленную дагестанскую молодь. Есть угроза такая, сейчас она кажется мнимой от ребят, которые воюют в Сирии. Потому что весь вот этот пациентарный актив, который здесь вот эти движения делал, наши власти поспособствовали слили в Сирию. Ну и туда дальше, скакать по этому региону, да, в интересах российского государства стабилизировать Мышний Восток. И они сейчас там, они отсюда все вычислили тихо, аккуратно, красиво, цинично. Их здесь нет. Но те, кто, как бы, если они вернутся, да, при нынешних ситуациях, при вот стабильности власти, если, ну, Путин, или будет его преемник, который будет продолжать вот это вот, шансов нет. Если случится, что будет какой-то переходный период, и что-то случится, и вот эта братва в момент вот этого как раз хаоса, и какого-то перехода, окажется здесь, вот здесь может вспыхнуть реально. да, уже может быть, ханка выдвигаться. Выникав голосование, Юля выросла, дочекаться в Москве и вылетела с Дагестану 17-го вересня. Яшев Махачкалей, она призналась, что некольки разов губляла надзею на перемогу и наводзбиралась с исти с дистанции. Али Михаил Ходорковский переканал ее протягивать все дел о выборах. Я знаю, что я вела эту компанию лучше, чем кто-либо там. Там очень многие люди мне говорили, что там такого никогда не было. Я делала все как надо. И сейчас ощущаю немного к вам. Это игра, в которой начально купленный матч. Людям вообще стоит в выборах участвовать в России? Я думаю, что нет. И я думаю, что оттуда надо уезжать. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне приветствовать вас на первом заседании Государственной Думы седьмого позыва. 18 вересня 2016 грамадзяне России обрали депутатов Державной Думы. Партия Путина отримала рекордную колькость мандатов и будет займать в российском парламенте 343 из 450 депутатских креслов. Международные надзиральники назвали гэты парламентские выборы больше прозристыми, чем все попередние, что правда звернули увагу на беспардонное уживание административного ресурсу и массовые порушения выборчого законодавства, голосование строем, укиды и гэток званые карусели. Вы понимаете, что если они подпустили оппозиционную партию к выборам тех же кандидатов Ходорковского, яблоко опять возрождается из пепла там, что значит они хотят что-то изменить. Все, они показали, что он сделал еще более консервативное, еще еще тухляковое вот этих перемолотых людей, из которых они слепили вот эти вот человекоподобные существа. и которые сейчас будут просто убивать российского гражданина своими законами. Это монстры, это люди без совести, без эмоций, без рефлексии. Он сидит и жмет на кнопку. Все. После обвешения выникал парламентских выборов, Юлия вы решила, что будет сдаля триматься от российской политики и поспробуя реализовать один из пунктов своей передуберчей программы и свою давнюю мару — створить фонд допомоги талиновитым детям Дагестану. Мне грустно от того, что они не договороспособны за это. Мне даже больше грустно за них. Потому что мне кажется, это тупость. отец. Редактор субтитров